здравствуйте меня зовут заболотная антонина анатольевна я учитель биологии и сегодня мы узнаем как происходит индивидуальное развитие онтогенез у растений растения также как и другие живые организмы претерпевают определенные этапы своей жизни и выделяют несколько этапов в онтогенезе то есть в индивидуальном развитии растений первый этап называется эмбриональный эмбриональный этап эмбриональный этап это развитие эмбриона или зародыша растения вы наверное помните что зародыш растения развивается в семени семя имеет зародыш зародыш который состоит из зародышева корешка зародышева стебелька и зародышевой почечки а также в любом семени есть эндосперм запас питательных веществ для зародыша семя образуется у цветковых растений образуются в особенность эмбрионального развития что семя возникает после оплодотворения из семи зачатка развивается зародыш а из других частей пестика образуется запас питательных веществ эндосперм это дало преимущество цветковым растениям распространяться по всей территории земли почему потому что зародыш имеет запас питательных веществ на первое время и защищен семенными оболочками когда семена попадают благоприятные условия в почву они начинают прорастать и начинается второй этап называется ювенильный или этап проростка и роста ювенильный этап это проростка и роста когда начинает прорастать семя образуется сначала корни потом появляются первые листочки маленький проросток еще не похож на взрослое растение поэтому называется проросток в это время идет интенсивный рост вегетативных органов вегетус это значит питание вегетативные органы это органы которых происходит образование питательных веществ происходит обмен веществ растений третий этап называется репродуктивный или этап зрелости и самоназвание репродуктивный когда у растений начинают образовываться репродуктивные органы то есть появляется цветок начинается репродуктивный этап или этап плодоношения в этот период происходит оплодотворение в цветах завязи пестика образуются семи зачаток где происходит оплодотворение развиваются семи зачатка развиваются семена из оболочек пестика образуются плоды которые окружают семена плоды и семена бывают самые разные по форме У яблока семена находятся в яблоке, желудь, семя, дуба. У одуванчика семена имеет парашютик, тоже имеет особую форму. У череды специальные крючочки. То есть эти приспособления семян помогают им распространяться на большие территории. Распространяют семена и плоды и ветер, и животные, и птицы, и вода. То есть они распространяются самым разным способом. Репродуктивный период, он по длительности может быть самым разным. Некоторые растения всего один раз в жизни плодоносят. И тогда у них всего один раз образуются семена и плоды. А есть многолетние растения, которые плодоносят в течение нескольких лет своей жизни. Нескольких раз в жизни. И четвертый этап, это этап старения, или называется сенильный. Или этап старения. Или по-другому. О, называется сенильный. Давайте исправим. Сенильный. В этот период растение прекращает плодоносить. У него начинают отмирать вегетативные органы растения. Итак, сегодня мы с вами познакомились с этапами онтогенеза у растений. Выделяют несколько этапов. Это эмбриональный, когда образуется зародыш семя-плод. Ювенильный. Это период проростка, роста, интенсивного образования вегетативных органов у растений. Репродуктивный этап, когда образуются репродуктивные органы, цветок, и начинают образовываться семена и плодоношение. И последний сенильный этап или этап старения, когда растение прекращает плодоносить и отмирает. А на этом сегодня все. Увидимся на следующих видео уроках. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!